Всем привет! Вы на канале Серега Хароль ТВ и сегодняшняя история шокирует каждого. Наш герой расскажет такую историю, от которой просто волосы становятся дыбом. Я знал, что работники прикордонной службы, многие из них недопросовестные люди. Но чтобы рубать человека мотором от катера, для того чтобы он просто утонул, это просто ни в какие рамки не вписывается. Я думаю, это видео будет для вас полезно. Перед тем, как посмотрите, подпишитесь на канал и поставьте лайк. А также после просмотра напишите свой комментарий. Да, значит, сперва как начал заходить в воду, зашел, осмотрелся, было все чисто. Вот, тихо, спокойно, никого, ничего не видно. Вот, я сразу начал плыть. Я как бы, когда спустился, вижу там, ну, расстояние метров десять, не больше. Думаю, чух, вообще ерунда какая-то. Я этот, короче, кусочек быстренько переплыл вообще, ну, на лайте. Раз-два, очень тихо, спокойно. А то, оказывается, такой был, как небольшой островочек. Вот, я вылазью, смотрю, и дальше уже реально там, ну, метров даже не тридцать в ширину эта река, а поболее, ну, я не знаю, вот этот вот метров или около сорока или пятидесяти, ну, это там, где в районе вот этих вот атак. Вот, где Могилев-Подольский, а так, там есть такой кусок. В общем, вот эта вот часть. И, значит, пошел через, сразу поплыл, вот, я сразу перелез, осмотрелся, то же самое, тихо, никого, ничего, ни кипиша, ничего. Вот, начал плыть, буквально слышу сзади, вот, на втором метре буквально, только-только начал плыть. Слышу сзади движ, фонарик светит, хопа, на меня фонарик, стиль стрелят и буду. Ага, уже стою. Ну, я уже, как бы, перелез, тихого на быстрый ход, на кроль уже перешел. Начал уже четко именно грибу. Но, я уже понимаю, все, сейчас будет кипиш, сейчас уже вызовут, ну, и, наверное, уже, как бы, схватят, и все, все, пиздец. Так они на тропке там были, или как, где они были, эти пограничники? Короче, вот, один был сзади, ну, пограниц, получается, был на суше, который меня, как бы, засек. Я, получается, вот, как сквозь него прошел, вот, тупо рядом я прошел, то ли он втыкал, то ли он забздел, то ли, ну, то есть, на суше я его не видел, и он мне ничего не сказал. И, ну, там, вот, то есть, я тихо прошел, вообще бесшумно, вниз спустился, там такая вот этот горбочек, островочек, вот этот кусок, вот этот, где был. И он сразу, вот, так, врубает фонарик, и стрелять буду, выше, там, что-то с кем-то базарит, там, то ли по рации, то ли хер его знает. Ну, короче, там, вызывает, вот, вот такая вот херня. Вот, ну, я грибу, ну, буквально проходит секунд, не знаю, секунд, ну, быстро, секунд 10-15, подплывает, короче, катер. Ну, не резиновая лодка, а именно конкретно катер с мотором навесным, вот. Вот, там сидит два погранца, два уебаных, вот. И начинают мне преграждать путь, скажут, все, уже ты доплывался, все, давай, давай, допоможу вылезти, давай руку. Ну, я не обращаю, как бы, внимания, делаю, ну, молча свое дело. Грибу, контролирую их, ну, чтобы он меня пытается ухватить, я уворачиваюсь, его руки, как бы, руками его руки отбиваю, когда они приближаются ближе, вот, с самим катером. Я использую их катер, как бы, плыву на спине и ногами отталкиваюсь от ихнего катера. И так ближе к ближе, к тому берегу, тому, что надо. Вот, и все. Без всяких, там, вот, этих, не трачу дыхалка, спокойно, вот, чисто работаю, плыву. Ну, в двух словах скажу, что у меня просто опыт хороший в плавании и с катерами, с водной техникой. Вот, поэтому я знаю, как себя техника ведет, что такое катера, что такое мотоцикл и все остальное. Поэтому четко грибу, и он пытается меня ухватить. Вот, ну, не получается, не получается. Потом он где-то на середине этого днестра, он меня хватает. Раза два он меня хватал за жилет. Я был в жилете, вот, за лямки хватал, но я вырвался, короче. Вот, вырвался. Вот, потом, и так постепенно, все ближе, ближе, ближе. Кстати, течение, там действительно течение такое несет. Течение конкретно сносит. Вот, ну, я как бы не смотрел на берег, не смотрю на течение. Это уже потом я уже увидел, что меня так снесло порядочно. Да, уже на следующий день уже смотрели, все там, когда ходили. Вот. И все ближе, ближе к тому берегу. Вот. Получается, когда уже где-то 70% пути, уже где-то 25% уже прошел, и они уже видят, что я начинаю как бы уходить, они начинают уже задним ходом меня. То есть, они пытались сперва носом меня, ну, как бы сперва ухватить, потом наезжать. Как бы наезжают, как бы катером, вот, прям на голову, тупо вот корпус, вот так вот, похуй, как-то, тупо давят. Вот. Но, чтобы оно выглядело желательно, как типа утонул сам. Вот. Ну, не то, что там взяли, там, как опа, с автомата, расстреливают, там, еще что-то. А именно, вот, все вот в таком ключе, как бы, делается. Они говорили что-то между собой, или тебе кричали, там, типа, мы тебя, там, ну, то есть, когда они тебя кричали. Говорил, говорил, давай руку, ты уже никуда не пойдешь, ты уже не уйдешь, допливался, давай, на чистой украинской мове, вот так вот, этот самый, такий, файный патриот, бачу, украинский, файный, блин. Короче, вот это, вот, единственное, что говорили, блин, что ты никуда не уйдешь, ты уже все, уже, ты, я, типа, я, я зараз, я зараз баллоном, ну, брызну, что-то, ну, что-то такие, вот, короче. Баллоном они действительно брызнули, но только чуть-чуть позже, там, буквально через, ну, уже почти уже был, когда под дамбу заплыл, вот, там дамба, так, в тебя. Не, не, ну, он шел, я просто дыхалку в этот момент. Ты нырнул? Не, не, я, я постоянно то нырял, знаешь, как этот, волной, оп, буль, сразу вынырнул, не то, что я там нырнул и вынырнул, там, через этот самый. Знаешь, где-то так, чуть вода попала, чуть, хоп, дыхалку, то есть он брызнул, а я в этот момент, ну, только звук вот это, псы, уже дыхалку зацемел, оп, раз, отплыл на пару секунд и дышу дальше, то есть вот этот вот момент, ну, то есть, ну, было очень херовато. То есть ты и так устал, холодно, все это время заняло, это не пять минут, у меня, ну, как мне, я же на таймер не смотрел, но, грубо говоря, грубо говоря, это все заняло где-то от получаса до сорока минут. Капец, это пиздец, это очень устать можно, ну, сорок минут в воде, это жестко. Это вот, это вот, вот это вот время, да, и дальше, когда они уже, ну, видят, что я уже ухожу все ближе к этому берегу, они начали задним ходом винтами меня давить, ну, как бы, чтобы винтами порубало. У меня жилет, лямки застряли в винтах, два раза застряли, и я, ну, вырвался, короче, и отталкивался ногами от катера, ну, под мотором, считай, я вот под мотором нахожусь, заживало лямки от жилета, вот этот мотор их ебучий, короче, и эти два пидора там сверху что-то там, они меж собой хоботились, и если бы в тот момент он что-то еблом не щелкал, то он бы мог меня, ну, еще и ухватить, пидорас такой. Ну, вот. Хотел, чесался языком сказать, какие они пидоры и гандоны конченые, блядь, но я, как бы, делал свое дело, у меня задача была уйти, спокойно уйти от них, а не доказывать им, что они, блядь, конченые уебаны. А тебя поранило этими винтами, ну, есть раны какие-то от винтовки? Значит, у меня поранилось ноги, но я не знаю от чего, или я задело винтом, или этими ветками, ну, или самим этим сам, потому что когда в ледяной воде ты вообще не чувствуешь ни хера, оно настолько холодом все обжигает, реально вода ледяная была, и просто зуб на зуб не попадал, это был пиздец, я же не в гидрокостюме был. Если был еще хотя бы в гидрокостюме в каком-то, у меня, кроме жилета, я в шортах одних плыл и в кроссовках, вот и все. То есть было, ну, конкретное такое голопиздрище. Ну, вот. Повезло, что ты в жилете был, потому что, наверное, если без жилета, то мог бы и утонуть просто. Ну, было бы тяжелее, конечно, было бы тяжелее, да, без жилета он мне, ну, помогал, спасал, ну, как бы реально держал над водой, и я не так как бы уставал, так бы подзаебался, естественно, так бы мог. Я и так еле-еле вытянул, и так еле вытянул, короче. Вот, и я уже, когда вся эта херня происходила, я все четко уже понял, что те пацаны, кто плывут, никто нихуя ничего не тонет сам. Эти пидорасы убивают людей, блядь. Они тупо убивают, топят, все обставляют под несчастный случай, а потом все говорят, якобы, вот, типа, кто-то там в топы вся, блядь, короче. Там типа раки похавали, ветками побило, это тыса, тут тычия, тут камни, тут геляки, ну, все вот это вот хуйню, что они рассказывают, короче. На самом деле, они топят эти твари, топят людей, вот. Ну, то есть, вот такая вот история. Дальше, там была такая дамба, вот, но на нее выбраться уже нельзя было, то есть она высоко, рукой туда до верха ее, ну, не ухватишься, не дотянешься. Он еще пытался с катером, блядь, ну, то есть переехать, и получается катером уебал, блядь, об эту дамбу, стукнул катером, ну, носом. То есть он мне катер, нос шел четко в голову, я уворачиваюсь вот так вот, блядь, и катер, бамц, идет, ну, бьет об дамбу, короче, ну, такое. Так, а если, помню, тебя уебал бы катером и об дамбу, тебе тупо расплющило бы голову, наверное. Ну, может, не расплющило, но, блядь, отъехал бы, и все, вот тебе и жмур. Вот, вот и все, вот бы они и взяли, блядь, ты, ну, все, пиздец. Либо, либо вздох утонул, либо, либо сказали, что ты там сам стукнулся, мы вот спасти тебя пытались, как они обычно и делают, короче. Вот, что они все, там, оказали первую помощь, блядь, допомогу, блядь, и все такое. Пидоры, блядь, короче, мрази, мрази конченые. И, кстати, если они у меня услышат, блядь, эти два гандона и третий, что сберю, я ваш рот ебал, вы ебаные, сука, пидарасы, я бы вас, блядь, так бы на свободе встретил, я бы вас, сука, гандонов бы просто, блядь, нахуй, убил бы, зачморил бы, пидаром, блядь. Вы, сука, мыши конченые, твари, блядь, вы, сука, твари, на вашей совести, блядь, кого вы там убили, утопили, блядь, короче, на вашей совести, блядь, эти жизни, блядь, чтоб вам они, сука, снились, и ваши дети были прокляты, сука, твари, вы ебаные. Ну ладно, короче, загоняют они, да-да, как получилось сбежать от них вообще? Дальше, дальше, они меня загоняют там, дальше, возле дамбы, уже на том берегу, такие кусты, как бы ветки, блядь, которые, ну, конкретные кусты, ну, не камыш, а вот как деревья, деревья, этот самый, то есть, либо те, которые, ну, растут деревья, либо те, которые, ну, в воде растут, ну, или как-то вода поднялась, я не знаю, ну, короче, конкретные вот такие, блядь, как, ой, ну, непроходимые, непроходимые, короче, глимые ветки со всей этой хернёй, блядь, ну, в этот пиздец, в общем, они меня загоняют туда, я получаюсь, как бы, они непроходимые, ну, я там, как муха в паутине, я лезу через те хащи, получается, а они катером попытались туда тоже заехать, но это, как бы, для меня минус огромный, ну, и плюс то же самое, с одной стороны, и я никуда не могу там деться, мне там тяжело, но и они не могут туда, блядь, пробраться, я это тоже, как бы, используете, ну, всё, что под руку попадаются, и лезу через них, веточка за веточкой, колышек за колышком, и ближе, 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 иду, вот это, постепенно к берегу, к тому, вот, я реально понимаю, думаю, что если эти твари сейчас, ну, там, где-то высадятся на берегу, но у меня уже, фактически, сил там не осталось с ними, ну, биться, бороться, короче, ну, один хуй, думаю, блядь, решаю, буду до последнего биться, да и всё. Ну, что, влазью, пролез там ещё метров шесть, наверное, по вот этим хащам, по вот этим кустам, это был пиздец, они светили фонариком уже между собой, там, что-то ругались, и они уже реально одуплялись, что я, как бы, ушёл, и я уже не веря своему счастью, я уже, оп, нащупал землю, я вылазью, как бы, но силы, силы идти, бежать, ничего нету, то есть, ты, ну, встаёшь, настолько долго пробыл в воде, встаёшь и падаешь, обратно встаёшь и падаешь, то есть, ты нету сил даже на ноги встать, как бы, не то, что идти, шагу сделать. Отдышался две минуты, потом встаёшь, прошёл пару шагов, опять падаешь, опять отдышался там с минуты, опять пару шагов делаешь, как бы, и вот так шаг за шагом уже сокращаешь время отдыха, и уже дальше-дальше туда начал уходить, 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 вот, дальше уже в частный сектор, вот, и всё, и там уже дождался человечка, который меня на машинке забрал, вот, и повёз меня к кордону, противоположному кордону Молдовы. А на той стороне никто тебя не пытался найти там? Не, вообще, там я стоял долго, короче, ждал, пока меня заберут, около где-то больше часа, часа полтора я стоял, я замёрз, я, блядь, в этих холодных, в этих шмотках, в мокрых, во всём этом, блядь, у меня сумка, которая со мной была, она вся промокла, там были сменные, ну, одежда, как бы, но она всё намокла, я не мог переодеться, мне больше было переодеться, то есть там всё мокрое, на мне всё мокрое, как бы, и я стоял, охуевал, блядь, короче, замёрз там, пиздец, я даже телефон, ни сенсор не действовал, как бы пальцы не чувствовали телефон, и телефон не реагировал, то есть вот холодное, то есть набрать никого нельзя было даже, то есть вообще ни одного человека не было, никого, ни полиции, ни погранцов, вообще никого, там такой сектор, я иду по улице, дома, да, вот дома, вот видно, что жилые дома, столбы светят там, этот самый, но никого нет, никого не было, вот, и этот самый, в конце концов, добрался, ну, меня когда забрали, вот, и довезли меня до следующего кордона, где там уже всё, как бы, сдался сразу, там, эти полиция, прикордонники, короче, их не молдавский, вот, дальше там всё оформились, всё как положено, не выслушали, им всё рассказал, как есть, вот, они были, конечно, в шоке, а вот, там, этот самый, тоже, ну, сразу, именно, не то, что наши твари, а сразу, как бы, помощь, там, чаю предложили, там, вот, хлебушком, там, паску принесли, там, вот, там, у них было, отогрели, там, каких-то салфеток, вот, эти раны обработать, как бы, вот, против, хотя, ну, там, уже всё позасыхало к тому времени, но всё равно уже, они говорят, не волнуйся, не переживай, уже всё самое страшное позади, ну, вот. А пропустили, когда тебя, вот, через молдавско-румынскую границу? Ну, я пошёл по процедуре, всё оформился, попросил убежище у них, вот, и всё, эта процедура заняла месяц. То есть, сейчас сразу не пропускают на границе? Нет, нет, месяц, и просто, что не то, что они сразу не пропускают, говорили, что раньше это всё занимало, там, блядь, несколько часов, или, там, два дня, там, вот, что-то такое, а сейчас очень много наплыв народу, что все бегут с Украины, там, бегут откуда только можно, и бегут, и погранцы, и менты, и обычные, и такие, какие хочешь, бегут все подряд, короче, бегут, роняя тапки, блядь, вот, с концлагера, с этого, и по итогу у них там, ну, что говорят, что не справляемся с таким наплывом народа, поэтому, вот, всё, на всё про всё, ну, уходит куча времени. Так тебя потом назад ещё, ты им показывал, как ты проходил, или что? Конечно, да, да, меня сперва на одной заставе, мы, ну, типа, оформили, потом поехали туда-обратно, прям туда, вот, они там начали, там, вышел один такой, ну, походу, их, ну, начальник там, ну, начал, немного побухтел, короче, что нет, не может быть, какой катер, в эту ночь не выходил, не выходил катер там ни у каких погранцов, ни у украинских, ни у наших, типа, это ты, типа, что-то тут свистишь, рассказываешь, я говорю, как не выходил, вот, а как они выглядели, там, туда-сюда, ну, вот, рассказал, вот, как выглядели, где было там-то всё, они говорят, это в том месте, типа, не может быть, а потом они сами туда поехали, и в том месте нашли мою эту термоху, вот, ну, накидку, этот самый, типа, олимпийки, вот, кепку нашли, ну, то есть, поувидели там, следы, вот, и со мной, я потом показал, вот здесь, вот здесь, вот здесь, в общей сложности меня снесло с той точки, откуда начал заплыв, где-то метров на 600-700, да, и то есть, ну, так бы, ну, ты понял, да, просто, именно течением снесло, пока с этими уёбками, там, общался, вот, на воде, ну, всё это заняло, такой кусок времени. Ну, то есть, надо, короче, в Молдове брать убежище, а потом отказываться, или как это происходит? Не, ну, ты там уже сам решаешь, тебе даётся право выбора, можешь в Молдове оставаться, можешь этот самый, не то, чтобы отказываться, а, ну, просишься, что этот, хочу переехать там в такую-то, такую-то страну, туда-то, туда-то, вот, ну, короче, там уже детали, их это особо не волнует, самое главное, они уже смотрят, что у тебя там нет никаких нарушений, что ты в Молдове, что ты действительно, это именно полиция, что ты не какой-то там, как бы, этот криминал и всё остальное, как бы, ну, грубо говоря, не сбежал с Украины, с этого, с тюрьмы, там, с зоны, с лагеря именно в этом плане, там, и тебе там пять убийств, например, висит, то есть, в таком случае тебя, ну, как бы, могут выдать обратно, даже если ты будешь проситься, не выдавайте, то выдадут, вот, а там дальше уже всё, да они сами всё расскажут, они сами всё расскажут, они, в принципе, ну, ты уже понимаешь, что ты попал к людям, не к живодёрам нашим, а к людям, которые понимают, что такое слово, что такое слово офицера, как, ну, что, как бы, говорят, что вот это займёт, например, две недели, да, это действительно займёт две недели, всё, то есть, не так, как у нас скажут, это займёт, там, два дня, а займёт это два года, блядь, короче, как всегда тебя кинут, наебут и где-то что-то, ну, вот это наша вся эта, блядь, пидоросня, которая творится на каждом углу, на каждом шагу, вот это что эти мрази вытворяют, ну, везде, везде, вот это просто, там, вся эта, блядь, гидота, от которой хочется, вот это вот съебаться от этих всех ублюдков. А можешь посоветовать что-то, там, будущим уклонистам, как им вообще, ну, может, там, какие-то советы. Блядь, ну, посоветовать, тут однозначно, без подготовки, вот, это вот такая вот херня может не проканать. Советовать, ну, я не знаю, если бы мне ещё рассказали, вот, пройти через такую хуйню, я не знаю, это, это жесть. Я вот реально как прошёл, я чудом, блин, ласты не склеил. У меня ещё даже на берегу, на том, я вот просто ещё полтора часа их ждал, я чуть не замёрзся, реально весь этот, ну, это был, блядь, не мега-трэш. Это мега-трэш, вот этот, я не знаю, как там вот эти, блядь, хотел бы посмотреть на Black Waters, блядь, короче, который переплывает, а его ещё, сука, катером давят, давят и давят, и давят, и захлёбываешься, тебе дальше всё это дышать, то есть, ну, как минимум надо гидрокостюм, я бы посоветовал, если в дубак плыть, однозначно гидрокостюм, однозначно, жилет желательно, блин, вот. Так же, если что-то для обороны, это стрёмно, как бы, с одной стороны, да, это плюс, но если ты там, допустим, траванёшь этого погранца, тоже баллончиком слезоточивым, там, что-то там, дубину с собой какую-то будешь брать, у них там есть приказ, что ты там оказываешь сопротивление, что тебя гасить и открывать огонь по тебе, поэтому я бы такого, такого бы я не рекомендовал, потому что будет хуже, у них будет тогда аргумент, что вот он на нас нападал, вот, вот он нас хотел убить, пристрелить, забрать табельную сброю, ну, и так далее, будут вот что-то такое, короче, навешивать, ну, это же, блин, ну, мы с кем имеем дело, мы имеем дело просто с конченными мразями, вот, как кацапы у ёбки, вот, а это тоже, тоже самое, ничем не отличаются, такие же самые орки, только ещё, блять, хуже, то есть, они своих, своих людей, ну, убивают, мучают, и причём, с каким удовольствием они это делают, вот, это, в принципе, они в шкуре сейчас надзирателей, вот, им дали власть, вот эти ТЦКшники, вот эта вся эта нечисть, как бы, то, что они вытворяют, вот это, все, ну, блять, вот это весь этот зашквар, это просто гниды, блять. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца, я думаю, что это видео очень полезное, поставьте лайки, пишите комментарии, особенно, если у вас есть интересная история о вашем опыте побега из концлагеря, подписывайтесь на канал, дальше будут ещё другие очень интересные видео, всем пока! Спасибо!